И невысокий видный мужчина сказал мне «Керт, ты прожил 20 лет как нормальный человек, и я собираюсь вытащить тебя из этого». Я встал и сказал «Хорошо, могу я уйти?» И один из этих больших охранников сказал «Сядь!» Воспитываясь в очень еврейском культурном окружении, я никогда не чувствовал, что Бог является важной частью всего этого. Это было больше чем-то социальным. То есть ты ходишь в синагогу, потому что ты еврей. Но я не помню, чтобы Бог когда-либо был на первом плане чего-либо, кроме порядка литургии, выученной на память части молитв. Это было опять же частью еврейской идентичности. Я был очень посвященным спортсменам. Я начал заниматься борьбой в седьмом классе. И с каждым годом я все больше и больше фокусировался на спорте. Я шел спать вечером и представлял себя с поднятой рукой, как чемпиона штата. Я попал в то место, где мне казалось, что нет никого, кого я не смог бы побороть. Мне казалось, что все зависит от меня. Это было прекрасное время в моей жизни. Но потом все изменилось. Когда я был уже в старших классах и смотрел в будущее, я понял, что борьба закончилась. И что мир намного больше меня самого. И точно намного больше, чем люди, которые занимались борьбой вместе со мной. Я ощущал страх. Я утратил свою идентичность. Я потерял цель в своей жизни. Я просто становился все больше и больше потерянным. И все больше запутывался. Я очень много спал в тот период моей жизни, чтобы уйти от эмоционального потрясения, в котором находился. Я задавал себе вопрос, что я могу сделать, чтобы вернуть то чувство, которое у меня было, когда я занимался борьбой. Это было столь мрачное время, что мне было ощутимо плохо, когда я вспоминал все то хорошее, что происходило в моей жизни. И однажды вечером я вошел спать. Это был 1978 год. Посреди ночи я проснулся. Внезапно в цвете появился Иисус на кресте. К его голове был направлен луч красного света. Прямо через все небо. Бог только что показал мне, что Иисус — это путь к Нему. Это видение длилось не более двух секунд, но я осознавал, что это было реально. И я был невероятно восхищен, потому что знал, что со мной только что произошло что-то сверхъестественное. Я встал на следующее утро и начал говорить об этом, рассказывать всем о своем видении. Я начал поглощать Слово Божье. Я был очень наивным в отношении того, с чем мне придется столкнуться, когда я начал рассказывать своим еврейским родственникам и друзьям об этом переживании. Мы поехали в отель. Там был невысокий видный мужчина в костюме тройки, а за ним было два парня, каждый под два метра ростом и, пожалуй, килограмм под сто весом. И этот мужчина сказал мне, «Керт, ты прожил 20 лет как нормальный человек, и я собираюсь вытащить тебя из этого». И я сказал, «Я не запрограммированный. Я просто верю в то, что Иисус Мессия». И он сказал, «Нам не о чем беспокоиться». Я встал и сказал, «Могу я уйти?» И один из этих охранников ряпнул. «Сядь!» Мы вернулись ко мне домой, но один из охранников был со мной. Он спал в ту ночь в моей спальне, чтобы я не смог убежать. А на следующее утро мы с ними поехали в один из реабилитационных центров в Калифорнии. Вскоре после этого я ходил по своему дому, и я увидел, что у двери стоят несколько чемоданов. Мой отец указал через окно на парковку на улице и сказал, «Видишь эту полицейскую машину? Мы отправляем тебя в психиатрическое отделение больницы Маунт-Синай в Кливленде, штат Огайо». Меня закрыли в психиатрическом отделении на два месяца. Это было одно из самых ужасных переживаний в моей жизни. Каждый день я просыпался, и мне было некуда идти. Ты не можешь сбежать. Ты заперт в этой клинике. Это крайне, крайне ужасно. Через два месяца меня выпустили. Как еврей, я многое пережил из-за своей веры в Иисуса. Но когда я увидел в том видении луч света, сходящий к голове Иисуса, я знал, что он исходит от Бога. Я очень тверд в своей вере в Иисуса. Во-первых, из-за этого сверхъестественного переживания, которое у меня было. Во-вторых, потому что я вижу, какой целостной и единой является вся Библия, и как все в ней сходится. То, что я проходил через подобные ужасные вещи, никогда не смогло пошатнуть мою веру. Я знаю то, что я знаю. Конечно же, были времена, когда мне казалось, «О, Боже, где ты? Я не чувствую тебя». Бывали времена, когда я был разочарован, но я никогда не колебался в своей вере. Послушайте, когда я видел смысл своей жизни в борьбе, моя жизнь зависела от чего-то снаружи. Моя жизнь зависела от чего-то отдельного от меня. Но когда борьба закончилась, я чувствовал себя отделенным. Сейчас же я строю свою жизнь на том, что внутри. Иисус сказал, что Он пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. Что Он есть путь, истина и жизнь. И я на этом пути уже 40 лет, и я не могу дождаться, когда увижу Его лицом к лицу. У Бога есть награда для каждого, кто решит последовать за Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok